Всем привет, друзья! Ну что, будем оформлять хэт-трик. Не прошло и одного рабочего дня, как я еду уже на третий Кубок России подряд. Все вы видели, как мы ловили, и я тренировал на Кубке России по поплавку. Потом у нас был первый этап Кубка России по карпу. И вот один день прошел, и я еду в Воронеж на Кубок России по донной ловле, по фидеру. Буду вести репортаж от первого лица. Надеюсь, будет интересно. Покажу, как мы готовимся, как мы ловим. Постараюсь снимать именно в процессе ловли в самом туре. Надеюсь, вам будет интересно и, возможно, полезно. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить самое интересное, а я погнал дальше. Меня встретил дядя Леша. У нас секретный дом здесь, видите? Чик на две машины. Но это еще не все. У нас здесь есть еще секретное. Оказывается, баня секретная. Сейчас пойдем, проведем экскурс. Но самое главное, что нам никуда не надо ехать на тренировку. Мы можем тренироваться прямо здесь. Закидывать сразу, практически из машины. Это точно. Чистый мёд. Лисей поймали, пацаны. Вон рыбодром. Так а что, зачем туда ездить, Юма? Надо здесь и ловить. Я же говорю, сдувай дальномер сколько тут? Ну, километра два, наверное, да? Нормально. Петровича зовем. В общем, такое уютненькое у нас тут место. Секретное. Водичка прозрачная. Пацаны говорят, лиси клюют. Лодка даже есть. Можно половить лещей троллингом. В общем, мне уже нравится. Особенно баня. И лещи прямо из машины. Оп. Нам уже дров привезли. О, дров, веники. Восстанавливаться после тяжелых туров, да? Кайф, 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 кайф. Света есть? Света нет. Света нет на всем поселке. А, поселке, кстати, нет. Ну, ладно, хорошо, что мы взяли с собой генератор. Ага. Ну, не пол, смотри, сидишь. Красота, красота. Смотришь удочки, клюет, не клюет, вышел, заподнят. Можешь и ночью лещей половить. Можно. Вообще прекрасно. Так что так. Готовится сборная ДГ по ловле донной удочкой. Самый, самый топовый состав. Кубок России по поплавку теперь едет выигрывать Кубок России по пиле. Да, собирают уклейку там, где ее даже нет. Да. Не, ну она и будет и плотун собирать, и уклейку всех. И даже, возможно, лещей. Это мы сегодня проверим. В сочетании вот с этим. Это секретная разработка. Это ароматика юбилейная. Это топчик. Как говорит Санчес, это... Чистый мед. Чистый мед. Ха-ха-ха. Ну что, друзья, тренировка в разгаре Мне уже сегодня удалось поймать Четыре леща Леха поймал рыбу В общем, потихоньку Вроде начинает получаться Надеюсь Уже к концу сегодняшней тренировки Будет у нас финальная такая страта Которую завтра В последнюю пятничную тренировку мы ее Отточим, подточим, допилим И с победной стратой выйдем в туры Болельщики уже прибывают в зон соревнований Неплохо Потренировались Сейчас иду на регистрацию Регистрация в санатории имени Горького Все тут зеленое, красивое На берегу водохранилища Потом спущусь Зарегистрируюсь Спущусь на пляж Покажу вам Красивые места Можно хоть здесь соревнования проводить Вот туда половить Было бы классно Можно и половить И позагорать И покупаться Там, видите, люди уже купаются Красота Ладно Все так же хорошо Все это лирика Но завтра последняя тренировка Официальная Надо идти готовиться Перематывать Палки все готовить Завтра контрольная проверка Перед боем Ну что, друзья Начало официальной тренировки Сейчас делаем закорм Десять минут Дальше будем ловить Леха, да? Ты сделал крайний Поэтому у него клевала рыба Леха, да? Ты сделал крайний Поэтому у него клевала рыба Еще карасин Караси там вообще Караси на нажали Надо высоко поднимать Караси на нажали Нажали по городу О, нифига себе Созанятие в размерах Караси Четыре, семьсот двадцать Офигенно Красава Пойдет Клещи пялю Нет, тут больше Тихо-тихо Тут больше Лехи тяжелые Они будут больше Конечно Не хочет Макс себе честно веса считать Я думаю Чуть-чуть натяни вниз Пять шестьсот пятьдесят Подожди, рыбу не выпускай Давай, сфоткаемся Мастера спорта Небушинский Михаил Иванович Детиевский Александр Викторович Сологуб Максим Викторович Ивашков Алексей Николаевич А также кандидатов мастера спорта Ильюсов Алексей Васильевич Корников Олег Владимирович Ура Идеально Идеально прошелся Очень Очень грациозно прошелся Очень Очень Ваши речи Очень Макс грациозно прошелся Я восхищен Завтра будет так грациозно Лещей ловить Ура Али Михаил Иванович Капу Все Грациозно прошелся Ну и кубков побольше Каждому Участнику Соревнований Все А еще простил казак Правда для народа Будет правда на земле Будет ты свобода Бойся ты Бойся ты Бойся ты Меня не бойся Я тебя не трону Ты не беспокойся Бойся ты Бойся ты Бойся ты Бойся ты Меня не бойся Я тебя не трону Ты не беспокойся За друзей казах просил, чтобы их мы... Доброе утро, друзья. За моей спиной рыбодром красивый. Приехал на водоем чуть раньше. Здесь будет жеребьевка. И сегодня у нас первый день соревнований. Я сегодня буду в зоне А. Я стою сейчас около 42-го сектора. Зона А это где-то до 35-го или до 30-го сектора. Поэтому я пойду дальше по ходу. Михаил Иванович стоит в зоне Б. Леха стоит. Белюсев в зоне В. Кто там у нас? Максим в зоне Г. И Олег Курников в зоне Д. Они вдвоем стоят на Чернявской даме. Сегодня смена погоды. Обещаю даже, может быть, к обеду небольшой дождик. Надеюсь, это не скажется негативно на клеве. В целом вчера неплохо потренировались. Вроде бы есть понимание ловли, но все равно рыбалка непростая. Надеюсь, что нам еще сегодня повезет с жеребьевкой. Жеребиться приехал я. Мне выпала такая почетная честь. Пока есть время, чуть раньше приехал, немножко подвяжу палки и пойду жеребиться. Так что болейте за нас. Итак, друзья, началась процедура контроля прикормки. Суды проверяют, чтобы у никого не было лишней тармоты, лишней живности. Все должно быть мерным баночком. Сейчас будут проверять мою прикормку, мою животину. После этого уже можно быть спокойно до старта заниматься там банкированием, гипсованием. В общем, подготовкой к ловле. Все, проверка прикормки прошла успешно. Все у нас заранее померяно там померным стаканчиком. Все четко. Судьи проинструктировали на случай дождя, потому что здесь коварные плиты. Они когда подсохшие, вроде бы хорошо по ним ходишь. Чуть-чуть водичка выпадает, примерно 2 метра от воды. Старая вот эта тина наросшая. И как по снегу съезжаешь. Я, кстати, в юные годы, когда только начинал плавить, два раза купался. А один раз купался, как раз таки здесь. Но, надеюсь, больше не придется. Рыбал на максимуме. Поймал несколько рыб. Поднялся сильный ветер. Приближается гроза. Разрешили ставить бедра, садки. Чтобы садки не протирались. У нас остановка соревнований. Приближается гроза. Уже над нами сверкает прям. Если бы не гроза, конечно, я бы наловил бы мешок вещей. Но гроза не дала. Есть теперь железная отмазка. Смотрите, что идет прям на нас. Вот эта вот черная туча. Стенную стоит там дождь. Сверкаем. И я думаю, нас, конечно, подмочит сейчас. Но разрешили выйти из секторов. Можно будет в машине спрятаться. Переждать. Да, приближается. Вот такая темная дождя. Что делать? Далее продолжить соревнования. Остановили за полтора часа. То есть половили мы три с половиной часа. Меньше, чем поплавочники. Вот. Сейчас дали сигнал уже финиш. Дождик идет. Буду собираться. Камеру уберу, чтобы дождик не мочил. Все мокрое. Будем потихоньку складываться. Тут особо ничего не покажешь особо. Друзья! Идет дождь. Не успели собраться. Снимаю из-под маркизы со столика. Поэтому не буду выставывать камеру. Идет опять такой дождь. Пытаемся собраться. Промокнем до нитки. Но ничего. Так, друзья. Я сегодня в серединке зоны. Седьмой или восьмой. Из шестнадцати или семнадцати. Не дали доловить, конечно. Есть железная отмазка. Остановка соревнований. И все такое прочее. Только лещи начали клевать. В общем, дождь. Четыре раза налетала гроза. Дождь не прекращался. Он сверкает до сих пор. Уже два часа. Еще даже не все их взвесили. Потому что весы ломаются. Протоколы мокнут. В общем, такая погода нам сегодня дала сюрприз. Но что делать? Что делать? Сейчас еще будет жеребьевка. Завтрашнего дня. Надеюсь, завтра будет погодка получше. Пока будем выплывать. Ну что там? Надеюсь, все корлещевы. Продолжение следует... Санчес, ты лучший. Ты просто лучший. Бро, ты просто крут. Хорошая плотва. Да. Завершился второй тур. Что хочу сказать. Рыба нифига не клевала. Надеюсь, что Макси там хорошо отловился. И сможет побороться за призы в личке. Приходил Леша Ивашков. Наш тренер сказал, что Михаил Иванович в своей зоне неплохо там сегодня ловил. Он сидел третий с краю. Ну, я сел в грядке. Не очень получилось. С Лешом одного поймал, такого келешника. Ну, и немножко подловил плакой. Думаю, что где-то буду в серединке. Уже скоро узнаем результаты. Уже можете не болеть. Что есть, то есть. Будем смотреть взвешивание. Нициневский приготовит. Три 260. Тихо. Нициневский приготовит. Растягивай. Нулит. 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 Бело 760 Я в зоне 6 КПС-17, конечно, вроде неплохо Но все равно так себе В остальных зонах пока информации нет Думаю, следующий выход уже будет Закрытие соревнований Так что не теряем времени, собираемся Сначала о призах Фидер, тут сразу 6 призов У нас еще мы усиливаем призы Фидер, мир, вектор 3,9 метров От компании Дунаев Подарочный набор Дунаев Ящик прикорки Дунаев Эхолот от компании Практик НЦ Аплодисменты у нас приступу Куда уходит Подарочный набор от компании Карго Спецприз от телеканала Охотник и рыболов Теперь кому и достается Хорошо, что у нас зажигаются новые имена На соревнованиях Так Ну да, я понял, да Сумма вес также 2, 2 единички Но все решила Общий вес улова Вес 740 граммов 20 килограммов А именно 19,260 Ваши аплодисменты Зепцова Юрия Анатольевича Но все решила Зепцова Юрия Анатольевна Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вручаются подарочные наборы от компании Дунаев Прикорка Дунаев Подарки от компании Карго Подарки от телеканала Охотник и Рыболов Вручается главный кубок соревнований Я думаю вы оцените размеры этих кубков Которые организаторы подготовили на этот турнир И вручается также переходящий кубок Есть и такой, который один год гостит у команды А потом если повезет, остается еще на один год Но предыдущим обладателям чуть-чуть не повезло Они стали третьими Поэтому круг кубок переходящий Передается сборной команды, занявшей первое место Сумма мест 35,5 Вес улова 58 килограмм 14,80 граммов Встречаем обладателей Кубка России Сборной командой Рязанской области 3 Сборной командой Рязанской области Субтитры создавал DimaTorzok У нас еще будет время для фотосессии Для того, чтобы завершить этот Кубок России Нам нужно выполнить еще одну обязательную официальную процедуру Это спуск флага России Для этой церемонии приглашается обладатель Кубка России 2023 В личном зачете Это Юрий Серцов Юрий, пожалуйста, подойдите к флагштоку Равнение на флаг Российской Федерации Звучит гимн России Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, всем привет! Ну что, это закончился Кубок России Возвращаюсь домой Пока тут медленно по пробкам еду Краткие итоги подведу Отличный Кубок Отличный водоем С удовольствием Я всегда езжу сюда, в Воронеж Потому что интересная рыбалка Рыба красивая Тактики разные Можно ловить плотву Можно ловить вещей Отскоки на уклейках В общем, в целом такая интересная Вдумчивая рыбалка Но мы по итогу заняли Одиннадцатое место Из трех, по-моему, или трехчетырех команд Последний тур Уже целенаправленно Не стали отпрыгивать На какую-то мелкую рыбу Чтобы набрать лишние баллы Можно было Во втором туре Набирать меньше баллов И занимать, например, пятое, либо шестое место Но в любом случае В первом туре были улеты У нашей команды И претендовать на призовые места Было совсем тяжело Вот, поэтому Ну, отыграли, как отыграли Еще раз говорю Была очень интересная рыбалка Вряд ли было интересное видео Потому что я пытался снимать В процессе ловли И, может быть, кстати, даже вставим Кусочек на телефон снятый Когда выкачиваешь леща Надо поднимать его Там, из травы Высоко, руки заняты И когда клевал какой-то лещ Интересное было уваживание Не было рук Чтобы включить камеру Ну, а мелкую рыбу Что снимать Поэтому Вряд ли видео было сильно интересным Но, как есть Поэтому напишите в комментариях Вообще Нормально Либо Лучшие кубки Кубки такие С одной руки В одно лицо Не снимать Вот Так что В любом случае Подписывайтесь на канал Спасибо, что смотрели Что болели Скоро У нас стартует уже Кубок России по карпу Второй, третий этап А за ними В августе У нас будет Домашний чемпионат России По фидеру Вот там будет Тоже интересная бойня Поэтому Подписывайтесь Чтобы не пропустить Самое интересное Всем успехов на рыбалках И не чешуя Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова